Всем привет! Привет всем моим друзьям, подписчикам и всем тем, кто смотрит это видео. Сегодня я бы хотела начать снимать серию видео об уникальных бьюти-штучках. То есть, это такие вещи, которым я не нашла еще замены, которым я не нашла аналогов и которые мне очень-очень нравятся по своему функционалу. Поэтому, прошу прощения за мой голос, он возможно будет каким-то болезненным, это все потому, что я действительно болею. Ну, приступим. Первое, что я хочу похвалить, чему я хочу спеть оду, это вот такой вот продукт марки Lush, называется «Лимонная сенсация. Масло для кутикулы». Это такая чудесная вещь, это масло, имеет вот такой вот вид, видите, сколько его здесь, то есть, больше половинки, да. Такой расход у него примерно где-то у меня за полгода или чуть больше того. Пахнет достаточно навязчиво, достаточно активно, так что люди, чувствительные к запахам, наверное, будут не рады этому аромату. Но, в принципе, можно привыкнуть. Чем эта штука так хороша? Она приводит кутикулы просто в идеальное состояние. То есть, наносим ее вот примерно на эти места, да, на лунку ногтя, там где-то она дальше попадает, там, да хоть на весь палец вот так вот. Все будет хорошо. Это масло действует так, что оно питает кутикулы, увлажняет кутикулы. И при этом оно как бы растворяет, делает меньше вот эти вот как раз те мяски, да, грубо говоря, которые мы срезаем. Непонятно, каким образом она одновременно и увлажняет, и растворяет ее. В общем, это чудо-вещь. Можно привести просто убитые кутикулы в идеальное состояние при условии регулярного применения. Зимой я наносила это масло таким достаточно густым слоем на кончике пальцев. Остальную ладонь я смазывала другим каким-то кремом, да, для рук. И под перчатки на утро были просто королевские ручки. Сейчас летом в перчатках слишком жарко. Я использую ее просто вот таким тонким флоем намазываю на кутикулы. Не каждую ночь, где-то, наверное, раз в неделю, потому что у меня достаточно хорошее состояние кутикул. Тем, у кого проблема вот с этими местами, да, то есть кутикула такая неухоженная, она пересохшая, она рваная, она там сухая, что аж царапает там. И когда ее срезаешь, она буквально через день уже нарастает и становится опять такой же лохматой. Рекомендуется использовать это маслице, ну, хотя бы через день на ночь, через ночь, получается, да. В общем, аналогов этой вещи я пока не нашла и, ну, в принципе, не ищу, если честно. Я полностью довольна этой вещью. Она стоит, в последний раз, когда я ее покупала, она стоила рублей, наверное, 400, но она очень экономичная. Такой штучки, если вы будете использовать только на кутикулу, ну, на год вам точно хватит, может и больше. Также этим маслом можно смазывать, например, сухие, огрубевшие локти, коленки, можно на ступни наносить, тоже под носочки. И тоже будет идти увлажнение, смягчение, растворение каких-то сухих мозолей, сухих каких-то областей. Так, это была лимонная сатра, то есть по-русски, в русском каталоге называется лимонная сенсация. Следующий продукт, который я хочу похвалить, это бальзам Carmex. Я ему тоже до сих пор не нашла аналогов. Дело в том, что да, есть множество хороших бальзамов, есть просто бальзамы, есть очень хорошие бальзамы, есть, ну, так, более-менее бальзамы, но именно таких, как Carmex, у меня еще не было. То есть, если мне нужно привести губы в идеальное состояние, там, за 10 минут, то есть мне нужно куда-то выходить, мне нужно нанести помаду или блеск, губы у меня в не лучшем состоянии, Carmex, я его наношу. Буквально уже через минуту у меня губы в хорошем состоянии, через 10 минут, они у меня полностью готовы к нанесению помады, и помада будет лежать идеально, и губы будут выглядеть идеально. Это отличное следующее. Это вот такая сушка для лака, называется Fesh Vite, или White, я не знаю, как читается по-правильному. На самом деле, это довольно-таки известная вещь, это топ-сушка. Выглядит, как прозрачный лак, наносим сверху цветного лака, и буквально через минуту, через две уже можно скрести по ногтям, ударять ногти обо что-то, не слишком острое, конечно, и абсолютно маникюр останется в идеальном состоянии. Подобных вещей у меня не было, подобных вещей я еще не нашла, никаких аналогов, никаких... У меня были топы, с которыми, да, лак сохнет гораздо быстрее, но не с такой скоростью. Единственный минус, который есть у этого топа сушки, это то, что он немного стягивает лак, то есть вы наносите на всю поверхность ногтя лак, наносите этот топ, и когда он высыхает, он немножечко может стянуть лак, и там буквально на десятую долю миллиметра, допустим, с кончика, то есть, ну, чтобы это увидеть, нужно присмотреться, но, в принципе, для меня это не проблема. Он не так сильно стягивает, но есть такой момент, просто имейте в виду. Но он просто... Я в таком диком восторге. Это у меня уже вторая бутылочка, он высушивает лак, вот я же говорю, просто буквально за минуту, за две уже можно заниматься любыми домашними делами, там, с собой. Следующая уникальная для меня вещь это... Та-дам! Кисти Дуофибра. Я не говорю, что именно Мак или именно Сигма, потому что у меня одна из кисточек No Name, самая моя первая Дуофибра, и я от нее в восторге. Точно так же, как от кисточек Сигма Дуофибра. Видите, они все разные, ну, правда, вот эти две похожи достаточно. В чем мой восторг? Эти кисти просто идеально растушевывают все. Если мы ими наносим пудру, то пудра ложится незаметно. Если мы ими наносим румяна, румяна одновременно и наносятся, и растушевываются. То есть, Дуофиброй мне, по крайней мере, по моему опыту, невозможно положить румяна таким куском, который будет смотреться просто как пятно, и неестественно и неаккуратно. Нет. Когда наносим румяна Дуофиброй, румяна ложатся так, что практически не отличишь от вашего естественного румянца. Когда наносим сверкалки Дуофиброй, сверкалки ложатся тонко. Я имею в виду шиммеры, хайлайтеры и тому подобные вещи. Они ложатся так тонко, они тоже моментально растушеваны. Единственное, вот я для сверкалок предпочитаю вот такую вот тоненькую Дуофибру использовать, чтобы была возможность нанести достаточно зонально. Вот. Ещё я так полагаю, что тональную основу она тоже будет очень хорошо наносить, но дело в том, что основу я привыкла наносить пальцами, но всё-таки я решила попробовать и Дуофиброй проработать. Если мне понравится и тональную основу жидкую наносить Дуофиброй, то всё, цены и не будет. Вот у меня сейчас 4 кисточки, как вы видите. Я планирую приобрести ещё 2, но не срочно, а со временем. Вот. Вот этой кисточкой я наношу Румяна Дуофибра для Румяна. Этой кисточкой, как я уже сказала, я наношу шиммеры, хайлайтеры и так далее. Вот этими двумя кисточками я наношу пудры. Возможно, что какую-то из них, вот эту, например, я буду использовать для жидкой тональной основы. Уникальная вещь. Кистей много хороших и разных, но Дуофибру, аналога Дуофибре, Дуофибром, я ещё не нашла. Последний на сегодня лот, так скажем, последний на сегодня предмет. Это вот такая вот маленькая незрачная вещь. Называется Теракея. Раньше выпускалась под названием Теракос. Возможно, кому-то известно, но на самом деле это малоизвестное средство. Называется Skin Control Gel. Это гель ярко-голубого цвета, который предназначен для того, чтобы дезинфицировать, подсушивать и подлечивать. Допустим, что у вас на лице какие-то прыщики возникли, да? Даже, допустим, извините за подробности, открылись эти прыщики, вскрылись. Вы там делаете привычные манипуляции с ними, потом вы наносите этот гель точечно, очень точечно. Нужно сразу же закручивать крышечку, иначе он очень быстро сохнет. Что происходит с той точкой, на которую вы нанесли этот гель? Начинается дикое жжение, если кожа вскрыта именно. Если кожа закрыта, то есть если вы нанесете на закрытый прыщик, прям сильного-сильного жжения не будет. Но если на открытый, даже муж коет, когда приходится использовать эту штучку ему на кожу. Действительно, жжет очень сильно, но терпимо. В принципе, чего не потерпишь ради красоты. Но в чём его, так сказать, преимущество? Когда мы наносим на прыщик вот именно этот гель, прыщик очень быстро высыхает, очень быстро выбаливает, очень быстро подсушивается, и при заживлении не остаётся следов, от прыщика. То есть, бывает такая кожа, как у меня, которая очень подвержена образованию шрамов. От практически любого неправильно выдавленного там прыщика, от любого воздействия на кожу может возникнуть шрамик. точка такая в виде точки, в виде полосочки, как килоидный рубец. Но, в общем, это, конечно же, очень большой минус. Вот с этим гелем на моей коже не остаётся никаких следов в виде шрамирования. Вот. Значит, этот гель мы наносим точечно на повреждённый участок, начинает сильно жечь, потом постепенно, конечно, жжение утихает, и подсыхает постепенно этот гель, но не постепенно, он достаточно быстро высыхает, и образуется такой плотный белый порошок на том месте, куда вы его нанесли. Порошок можно просто стряхнуть и вот этот гель не смывать с этой точки. Мы просто стряхиваем порошок, там остаётся едва заметное белое пятнышко с порошком, он проникает глубоко, он действует, он лечит, он сушит. Не трогаем. Можно просто чем-то даже сверху смазать лицо, если вам, например, куда-то нужно выйти, можно и припудрить, можно и тональную основу нанести прямо сверху на след от этого геля. Но, конечно же, только после того, как он засохнет, и вы стряхнёте этот белый порошочек с лица. Вот. Ну вот и всё на сегодня. Пока у меня всего лишь 5 предметов было в моём списке, я надеюсь, что это будет видео не одно, что это будет целая серия таких видео. Я надеюсь, что я буду для себя находить какие-то новые-новые незаменимые бьюти-вещи. Я также буду очень-очень рада увидеть ваши комментарии и даже видео-ответы хотелось бы увидеть, какие у вас, какие для вас незаменимые вещи, какие у вас самые неповторимые какие-то предметы, да, в вашей бьюти-жизни. Ну вот, наверное, и всё. Всех целую, обнимаю. Всем пока! Пока!